Банк Эстонии – одна из самых авторитетных финансовых организаций в стране. И поэтому экономический прогноз, который он представил сегодня, поставил своеобразную точку в череде прогнозов, которые уже дали другие банки и другие финансовые учреждения. Конечно же, надо сказать, что никаких сюрпризов мы не услышали. Впереди нас ждут очень непростые времена. И главное слово – это неуверенность или неопределенность. В цифрах это означает, что если в этом году инфляция составит 19%, то в 2023-м – почти 7%. Слово «лиш» не очень уместно. Ведь по сравнению с 2021 годом цены вырастут на четверть. Будут расти и зарплаты на 10% каждый год. К 2024 году средняя зарплата вырастет почти до 2000 евро. Однако по ценам во многих сферах мы достигли западноевропейского уровня. Дешевле лишь многие услуги, но и те не собираются останавливаться на нынешнем уровне. В ближайшие годы уровень цен останется высоким. Это означает, что в существующих условиях не надо надеяться на то, что цены упадут так быстро и что покупательская способность людей восстановится. Если смотреть влияние быстрой инфляции через среднюю зарплату, то ее покупательская способность сегодня уменьшилась до уровня 2018-2019 года. В этом году экономика Эстонии вырастет на полпроцента. В следующем за счет второго полугодия на 1% и, наконец, в 2024 году на 3,5%. Тогда и наша покупательская способность вернется к прежнему уровню. Но это все мечты о будущем. Пока же помощь должно оказывать государство. Определенные меры уже запланированы, но финансовая политика должна быть продуманной. Очень важно, чтобы Центральный банк и правительство следовали бы одним принципам. Если мы поднимаем процентную ставку для снижения инфляции, то было бы полезно, чтобы правительство не давало возможности для роста цен и взяло бы займы для стимулирования потребления. Хотя, конечно, государство должно делать дополнительные траты, но должен быть план, как в ближайшие годы, доходы и расходы Эстонии вернуть в большие равновесия. Это и обуздает инфляцию. Удивительно то, что при всем этом в первом полугодии потребление у нас было очень высоким. Но это за счет вкладов, образовавшихся во время коронакризиса, сбережений во второй пенсионной ступени. В Банке Эстонии рассчитали, что если из инфляции вычесть энергию и еду, то базовая инфляция все равно составляет около 10%. Это самый высокий показатель у Евросоюза, что должно вызвать озабоченность правительства, потому что он вызван не только порой неразумным потреблением, но и неверной бюджетной политикой. Впрочем, денежные запасы населения тают, и от той же второй ступени осталась невостребованной лишь небольшая часть. Михаил Владиславов, Петер Улевайн, Новости Таллина.